Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы рассматриваем Евангелие от Матфея и читаем сегодня вторую главу. Мы вспоминаем Рождество Христовое. Конечно, даже просто рождение ребенка на земле – это огромная радость, которая преисполняет сердца людей, родителей, родных, удивительным ликованием. А тут рождается на земле сам Сын Божий, который пришел для того, чтобы нас спасти. С нами Бог. Разумеете, языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог. И вот мы читаем про эту радость вроде бы, но тут же изображается реальный исторический фон, исторический контекст, при котором Спаситель приходит в наш мир. И оказывается, что этот исторический контекст, он очень такой вот недружелюбный. Читаем. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском? Во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока». Ну, прежде всего, получается, что сразу же упоминается время, когда он родился. Это дни царя Ирода. А Ирод был, ну, откровенный такой тиран. Вообще он не принадлежал богоизборному народу. Он по своему происхождению идумеянин, просто уже до него и его там отец, и потом еще до отца правителя, они были идумеянами. Соответственно, царями являлись вот не по праву ветхозаветного закона, потому что царями могли являться над иудеями только лица иудейской национальности, а именно из рода Давидова. Из рода Давидова должны были рождаться цари. А тут получается полное такое вот неспровержение этих законов. И сам царь Ирод, он постоянно боялся, что кто-то захватит власть. И вот держал вот в этих страшных таких репрессиях, в страхах, держал в страхах весь народ, который находился. И спаситель рождается именно в это время. И получается так, что, значит, царь незаконный, царь во дворце торжествует, а спаситель где-то вот там в какой-то пещере рождается. Но здесь мы уже видим, что спаситель воспринимает на себя участь вообще человечества, участь тяжелую. Человечество находится в рабстве у подлинного тирана, то есть дьявола. А Господь, приходя смиренно и кротко, разрушит царство дьявола. Ибо царство дьявола, так сказать, зиждилось на гордыне, а спаситель своим смирением не спровергнет это царство. И вот Иисус родился в Вифлееме. Вифлеем переводится как «дом хлеба». Сам спаситель говорил, что «Аз есм хлеб, сшедай с небес». Я есм хлеб, который сходит с небес и дает жизнь всему миру. И когда мы причащаемся, да, вот, святым телу и крови Христовым, мы причащаемся под видом хлеба и вина, мы именно Господу причащаемся, и вот как бы на это указывая уже спаситель, рождается именно в Вифлееме. И вот тут вот святые отцы указывают, что Вифлеем, он символически уже обозначает, указывает на Христа, ибо Вифлеем значит «дом хлеба». При этом, кому дается первое откровение? Значит, «пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Получается так, что богоизбранный народ ждал, мессию ждал, богоизбранный народ знал про 77, о которых говорил пророк Даниил. И на самом деле вот эти 77, ну там разный подсчет идет, но 490 лет они строго приходятся на время жизни Господа Иисуса Христа. А сколько было книжников, да, сколько было ученых людей? Вот они ждали-ждали и пропустили. А и тут вдруг оказывается, что откровение о рождении Христа дается вообще людям, которые не принадлежат богоизбранному народу, а каким-то там волхвам с Востока. Волхвы – это, конечно, и мудрецы, но в то же время их называют магами, потому что действительно они были и звездочеты, они наблюдали за небом, пристальное такое внимание к миру звезд. И вот именно они говорят, а где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Мы еще с вами рассмотрим, что значит эта звезда, и могла ли обычная какая-то звезда непосредственно указать именно на царя Иудейского, или что-то здесь совершенно иное. Но пока вот просто видим, что вот они появляются. Да, надо что отметить, что эти волхвы, которые пришли с Востока, вот как объясняют и святые отцы, и толкователи, что здесь, конечно, может быть, они вот или из Персии пришли, или они из Вавилона, где была развита вот эта вот ученость таких вот волхвов, звездочетов, наблюдавших за небом. Они были людьми высокопоставленными, то есть людьми с достатком, и поэтому, конечно же, их сопровождала вот целая процессия, какая-то прислуга, то есть кто-то еще. И то есть не просто вот там три волхва, как это вот мы думаем, а целая процессия появляется, торжественная процессия в Иерусалиме, и вдруг начинают спрашивать, а где здесь родившийся царь Иудейский? Услышав, значит, да, мы видели звезду его на Востоке, пришли поклониться ему, как бы выразить ему особое поклонение, почитание. Услышав это, Ира царь встревожился. Ну еще бы не встревожиться. Он понимает, что он нелегитимный правитель, что он, так сказать, не принадлежит богоизбранному народу, поэтому везде может быть какой-то подвох, его могут свергнуть. Но сказано, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Ну и понятно, почему весь Иерусалим встревожился, потому что когда правитель тиран вдруг приходит в какое-то негодование или, значит, смятение, то это может повлечь за собой самые отрицательные последствия для данного города. И, соответственно, люди смотрят, так сказать, на правителя, а чего теперь от него ожидать? А правитель как поступает? А он поступает следующим образом. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Вот что удивительно. Получается, что, значит, волхвы говорят, что родился царь иудейский, а Ирод уже проявляет какую-то такую дальновидность. Он понимает, что это не просто царь, какой-то земной царек, а это истинный царь, это Христос Мессия, это тот царя, которым предвещали ветхозаветные пророки. И он, ну, может быть, он это даже чувствует, что это необычный царь, но это его не останавливает. И вот богоборчество Ирода, вообще любой тиран, любой тиран, он непременно включает в себя черты богоборца, черты антихриста, того, кто противится Христу, и, по большому счету, вот мы все там боятся антихриста, но, как говорил, писал апостол Иоанн Богослов, что вот много бывает антихристов, и Ирод – это самый первый антихрист, он уже был против Христа. И каждый такой вот правитель тиран, он непременно культ своего «я» формирует, да, что вот только «я» и больше никто. А где вот культ своего «я», там и требует он к себе особого почитания, такого божеского почитания в каком-то смысле, все заискивают перед ним. И вот Ирод, он был именно таким тираном антихристом, ну, такой вот, как бы, один из множества антихристов, который желал выступить против Христа. И, казалось бы, вся мощь у Ирода, да, но только вот он не знает, где именно должно родиться Христу, потому что Ирод не был начитан в ветхозаветных писаниях. Приглашает первосвященников, книжников. Значит, книжники – это те, кто непосредственно изучает писание, знатоки закона, а первосвященники – это официальные представители ветхозаветной религии, те, кто должны, так сказать, официально засвидетельствовать, что вот именно так, а не иначе. Значит, где должно родиться Христу? Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Да, вот, значит, такое пророчество, которое произнесено было святым пророком Михеем, что вождь истинный вождь, который будет пасти богоизбранный народ, а истинный пастырь, «Аз есть пастырь добрый», говорил впоследствии Спаситель, и вот он, значит, из города Вифлеема получается. Таким образом, книжники подсказывают место рождения Ироду. Как дальше поступает Ирод? Ведь он же не знает, в каком именно доме родился Христос, тем более там в какой-то пещерке, ну, сначала пещера, потом они в дом перебрались, конечно. А как выяснить? «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов», вот какое коварство, посмотрите, «тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». А для чего выявил время появления звезды? А для того, чтобы истребить всех малышей в той окрестности, потому что если он знает время появления звезды, значит, можно высчитать возраст младенцев, которых надо уничтожить. Такое коварство, соединенное с холодным расчетом. «И послав их, то есть волхвов Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». То есть он дает им поручение, он их принял, так сказать, вот с почестями этих волхвов и говорит, что вот как найдете, вы же пришли поклониться ему, «Ну вот давайте я тоже, значит, потом поклонюсь ему». «Они, выслушав царя, пошли, и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую». Ну и дальше сказано, «И войдя в дом, ну и так далее, значит». Так вот, братья и сестры, вот в этих строках мы уже видим, что эта звезда никакого отношения к астрологии не имела совершенно точно. Вот если следовать строго тексту Евангелия от Матфея, а мы следуем именно ему, то мы понимаем, что, понимаете, вот никакая звезда, она не может привести тебя вот к какому-то конкретному дому. Иметь в виду звезда, которая на небе находится, там где-то далеко, в космосе. Вот те, кто были в Святой Земле, они знают, что Вифлеем, если сейчас вот посмотреть, Вифлеем — это фактически пригород Иерусалима. Вот ты, допустим, выходишь из дома, посмотрел, вон там какая-то звезда надо мной. Проедешь 10 километров к другому дому, та же самая звезда будет и над тем же домом, там на 20, на 30 километров. И пойми, вот эта звезда в далеком космосе, она над каким конкретно домом-то находится? Понятно, что речь была совершенно не о звезде, как о космическом теле, да, о каком-то далеком там светиле. Конечно, некоторые ученые, вот Иоганн Кеплер, они там пытались высчитывать, Иоганн Кеплер так считал, что это соединились три царские планеты, значит, Юпитер, Сатурн и Марс. Вот они соединились как бы визуально в некое огромное светило, ну, визуально воспринимая как одно светило, и тогда это засияло. Кто-то говорил, что это может быть какая-то комета, кто-то, что это новая звезда, но это ничего не решает. Вот она там тебе явилась где-нибудь в Персии или в Вавилоне, ну и что? И куда идти? И как она будет двигаться? Да, и почему вообще в Иудее, а может быть в Китае родился какой-нибудь новый царь? То есть как понять? А как она над домом каким-то конкретным остановляется? Тут сказано, что звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, буквально шла, как бы двигалась перед ними, как наконец-то пришла и остановилась, остановилась над местом, где был младенец. Это уже дом, место, это не пещера, потому что в пещере только Христос родился, и жить там долго, конечно, не могли. Потом, когда вот схлынул народ из Вифлеема, они где-то нашли местечко, где пристроились и там вот и жили. Понимаете, это не обычное какое-то материальное светило, и как объясняет это святой Иоанн Златоуст, блаженный феофилакт болгарский, и я, конечно, полностью согласен, что это было особое откровение Божие. Вот как некогда богоизбранному народу, когда Моисей выводил их, вел из Египта в землю обетованную, богоизбранному народу предшествовал днем столб облачный, а ночью столб огненный. И они видели, как этот огненный столб ночью двигается перед ними, и народ идет за этим огненным столбом. Так теперь является ангельская сила, ведь огненный столб – это было божественное такое чудо, божественное явление, которое предшествовало народу. Также и здесь вот это божественное явление – это ангельская сила, это ангел, который является в виде как бы светила, но не там в космосе, а где-то вот буквально ближе к земле, в начале он явился им, где они жили, Персия или Вавилон, в путь их направляет, они отправляются в Иудею. Вероятно, было и какое-то еще более точное им откровение, чтобы они пришли в Иерусалим непосредственно. Ну, кроме того, если они из Вавилона, то там со времен пророка Даниила существовали, конечно, те, кто знали о пришествии Христа, потому что пророк Даниил был поставлен над всеми мудрецами, и там же иудейские общины были, и поэтому знали о том, что должно родиться Христу. А тут могло быть особое откровение вот этим непосредственно волхвам, так что они идут, потом на какое-то время вот это явление божественное скрывается, а когда уже после Иерусалима, получается как премудро, что все-таки специально Господь устраивает, чтобы была встреча с вот этим Иродом Великим, то есть как бы обостряется ситуация, и кажется, что все против Христа, но даже когда обстоятельства против тебя, да и вообще против христиан, все равно Господь выведет ко спасению. И, значит, после этого они идут, и вновь она уже является, когда выходит из Иерусалима к Вифлеему, это очень близко к Иерусалиму и Вифлеем. И ангел им является и подводит буквально к дому, где был младенец, останавливается над этим домом, поэтому они понимают, что это именно тот самый дом, в который нужно войти. Никакая астрология этого не укажет. Значит, вот эта звезда шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну». Вот поражает, конечно, вот эта вера волхвов, которые пришли из языческой земли. Они же видят, что очень бедный младенец, очень бедная мама, но при этом верят этому откровению, которое дано было ему. И они пришли и приносят ему свои дары. А где же остальные? А где же книжники? А где же вот эти первосвященники? Ведь появление волхвов со всей процессией в Иерусалиме это не какое-то тайное явление было, что тихонько как-то пришли, а весь город встревожился. Мы же читаем, весь город встревожился, и все стали говорить о рождении царя, о котором сам Ирод Великий спрашивает, что ведь он же Мессия, вот где он должен родиться-то по пророчествам. А почему другие-то иудеи, почему иудеи не пошли? Ни первосвященники, ни книжники, значит, там не всякие старейшины, а потому что они боялись. Они боялись Ирода, вот этого великого, как тирана, не знали, чего от него ожидать, и поэтому не пошли. Вот поэтому они не встретили Христа, поэтому они недостойны были Мессии, который явился в мир, пришел к своим, и свои его не приняли. А волхвы, как первые представители языческого народа, они уже поклонились. Это означало, что впоследствии именно язычники и будут принимать Господа Иисуса Христа, кажутся самыми достойными. Вот они принесли свои дары. Золото, ладан, смирну. Конечно, вы знаете, что золото они принесли ему как царю, ладан как богу, потому что ладан употребляется в богослужении, как благовонный фимиам, который восходит к небесам, и как то, что сопровождает священное служение. А смирна, смирна – это такой вот состав благовонный, которым помазывали почивших уже людей в Иудее, и, соответственно, получается, что это как такое вот подношение Христу как человеку, который должен принять смерть. Смерть как человек, пострадав за грехи людей. Но все-таки он бог, и поэтому он воскреснет. Многие дают разные такие вот оттенки толкований, что на Востоке вообще было принято, когда являешься к любому царю, ну, как к тому царю, который у тебя есть, надо обязательно нести и золото, и ладан, и смирну. Так вот у восточных царей было принято. В любом случае, это вот дары особому царю, о котором открывает ангел Божий, явившийся в виде звезды. А дальше что? «И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Получается, что так бы они должны были вернуться. Ну, почему? Потому что не был разговор, да, то есть они пришли, встретились с царем иудейским, который был пока что, вот, так сказать, официально это был Ирод Великий, и они обещали, они обещали, что сообщат ему про рождение младенца. А обещание царю являлось своего рода такой клятвой, и нарушение этой клятвы каралось смертью. Ну и кроме того, это как считалось, что это нехорошо, ты как бы погрешаешь и против своей совести, нарушая данную клятву. И тут вот вмешивается ангел, получив во сне откровение, да, не возвращаться к Ироду. Ангел является им во сне и говорит, что нет, никакой клятвы вот этому коварному человеку не может быть. Ведь вы должны вернуться, вернуться иным путем, то есть путем, который не известен Ироду, не через Иерусалим, чтобы вот не выдавать местонахождение Господа Иисуса Христа. Кроме того, вот некоторые толкователи, они еще как объясняют, что они иным путем отошли в страну свою, аллегорически объясняют, что теперь путь жизни самих этих волхвов, он будет иным. Они уже не какие-то там астрологи, потому что астрологические предсказания ничего не дают, а ясное знание дал ангел Божий, явившийся им непосредственно и открывший местонахождение Христа. Поэтому они уже отказываются от этой учености языческой, и их дальнейший путь, он уже совершенно новый. Это путь, посвященный Господу Иисусу Христу. Что же дальше? Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Вот здесь вот опять-таки вмешивается ангельская сила, Божья сила для того, чтобы вразумить Иосифа Обручника. Да, вот мы что еще должны отметить, что у Луки, когда евангелист Лука повествует о Рождестве Христовом, он делает вот свои какие-то акценты, то, что Спаситель рождается... Значит, Лука и про Благовещение пишет потом, про то, что Спаситель рождается в пещере, и первыми, кто видит, встречают, точнее, Христа, это простые пастухи. А потом через какое-то время сретение Господне, то есть, поскольку он как первенец от Девы Марии Иисус, то положено было приносить вот как выкуп за свое посвящение первенца Господу, приходить в храм Соломонов Иерусалим, и вот какая-то вот жертва приносилась. И, соответственно, когда мы соединяем два Евангелия, вот разные события. И вопрос, когда состоялось сретение Господне, вот это путешествие Иосифа Обручника с Девой Марии и с Богомладенцем Христом? А состоялось оно, конечно же, до поклонения волхвов. То есть, сначала было Рождество Христово в пещере, после этого они в Вифлеем переселяются в какой-то дом. Иосиф Обручник, надо сказать, что он ведь был из рода Давидова, да, а Вифлеем – это как раз вот то, что принадлежало тем, кто из рода Давидова, и, конечно, где-то он мог все-таки найти себе какой-то угол, да, и они там находились вплоть до посещения Иерусалима, приходят с Богомладенцем в Иерусалимский храм, там их встречает Симеон Богоприимец, Анна Пророчества, возвращаются, и уже после этого поклонения волхвов, потому что сразу же после поклонения, избегения младенцев и бегства в Египет, и времени на Сретение Господне уже не было бы просто, понимаете. После поклонения волхвов они не могли посещать Иерусалим для принесения вот Господа, принесения жертвы, встречи с Симеоном Богоприимцем и Анной Пророчицей, потому что там уже все, надо было бежать в Египет срочно. То есть Сретение Господне было до поклонения волхвов, и, соответственно, пребывание Пресвятой Богородицы Иосифа Обручника и Богомладенца Христа в Вифлееме было относительно продолжительным, поэтому, когда они вернулись из Египта, они даже думали вновь поселиться именно в Вифлееме, но не удалось. И, значит, мы видим, что ангел говорит, значит, беги в Египет, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. А почему вообще вот это, зачем вообще все это нужно? Ведь тут же сам Господь, вот сам Сын Божий родился, и эти же самые ангелы, которые во сне являют какие-то откровения, они же могли просто вот разметать и, значит, и Ирода Великого, и всех его приспешников, да и римскую власть разметать. И вообще надо было бы родиться там, как императору в царском дворце и жить. А дело в том, что тогда воля человеческая, она бы покорялась Христу недобровольно. Если бы Христос себя явил как земной царь в земном могуществе и величестве, то люди, они как бы, ну да, вот, конечно же, мы вынуждены поклоняться, принимать Христа, а сердце людей, вот непонятно, принадлежало ли бы оно Христу. И сердце человеческое, вот его глубины, его свободное проявление, это все испытывается только в очень трудных, значит, обстоятельствах, когда наступают испытания, когда наступают болезни, скорби. И вот тут ясно уже, хочешь ты быть с Богом или не хочешь. Или ты хочешь быть с Богом только тогда, когда сам окружен царскими какими-то благами, комфортом, когда ты подкуплен этими благами. И вот Христос никого материальными благами не подкупал, потому что Христос и призывает людей не к материальным благам, а к вечным, тем благам, которые предлагаются людям в раю, но для этого нужно испытать волю человеческую. А вот каждый конкретный человек, он хочет последовать за Христом, и поэтому Спаситель, он как бы входит в историю вот этих наших трудных, тяжких испытаний, он сам становится гоним, и он является в этом смиренном виде для того, чтобы стало ясно, а кто хочет принять именно вот такого, Мессию? Мессию, который не даст тебе ни земного комфорта, не благо временной жизни, и сам ты захочешь ли свое сердце посвятить ему? И вот мы видим это первое гонение на младенца, и Иосиф, будучи вооружен вот этим откровением, свыше читаем, он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. Очень коротко говорится, тут же это совершается, тут же, без промедления. Ну, конечно, возникает вопрос, как же они там могли бы существовать, как быстро они туда добрались. На самом деле, пеший путь до Египта, он, ну, до северной границы Египта, он составлял чуть более 40 часов, не настолько вот это было много, ну, реально, это несколько дней пути. Представляете, что богоизбранный народ, когда шел из Египта, он плутал 40 лет, тогда как путь всего лишь 40 часов. А почему так? Потому что народ усомнился, поэтому они кружили по пустыне, фактически по одному и тому же месту, накручивали эти круги. То есть это символ того, что грех – это всегда некое стояние на месте, что люди крутятся на одном месте, будучи влекомы какими-то греховными страстями, и реального продвижения вперед нет. Это бывает тогда, когда люди перестают уповать на Бога. А дорога, она не такая-то вот длинная, как мы думаем, поэтому можно было достичь Египта, ну, относительно быстро. А в самом Египте были иудейские поселения. Там была развита иудейская диаспора, община. И, кроме того, конечно, Иосиф Обручник, он ведь снабжен был средствами, и сами вот эти дары волхвов, ну, откуда мы знаем. Может быть, что-то из этого золота он употребил для проживания. Хотя в целом, конечно, на горе Афон, как мы знаем, сохраняются, сохраняются дары волхвов. Но единственное, мы не знаем, все ли вот они сохранились к тому времени. Может быть, действительно, часть из этих даров Иосиф Обручник, он употребил на время проживания в Египте. И там был до смерти Ирода, сказано, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Ну, Ироду на самом деле оставалось жить не так уж и много. Впрочем, этого времени, этих вот месяцев жизни Ирода хватило на то, чтобы совершить вот страшное злодеяние. Какое именно? Читаем. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался. Ну, то есть, все вот слушаются, все в страхе исполняют распоряжение Ирода, а тут вдруг волхвы, которые обещали прийти, рассказать про младенца родившегося, они вдруг раз, скрылись, и все, и с концами. И, конечно же, Ирод весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени, который выведал от волхвов. Да, страшное, конечно, злодеяние. Почему здесь, значит, говорится, что от двух лет и ниже? Потому что именно это время, время появления звезды, узнал Ирод от волхвов, и, вероятно-вероятно, звезда появилась в момент благовещения Божьей Матери, когда совершилась тайна воплощения Сына Божия в Пречистом Лоне Пресвятой Девы, когда Божьи силы от кровей Пречистой Богородицы плоть для Христа соткалась Духом Святым, и вот он является в нашем мире, но пока вот еще в Лоне Пречистой Девы. А он уже существует, то есть уже это живой человечек, как мы понимаем, даже если он еще не родился на свет, он уже этой душа и плоть, да, во Христе все это едино с Божеством, в двух природах одно лицо, это лицо Сына Божия, вторая поста Святой Троицы. И, видимо, звезда явилась уже тогда, соответственно, какое-то время там вот было до сборов, необходимые на сборы вот этих волхвов, видимо, не сразу они отправились, и потом происходит, получается, вот 9 месяцев до рождения, да, и, соответственно, если сложить, то есть Христу было сколько? Примерно год и 3 месяца, вот если убрать вот эти 9 месяцев на тот момент. Ирод идет на страшное вот это преступление, получается, вот лишь бы сохранить себе власть. Он уже престарелый, он там уже недугами изъедается, а для него дороже вот это кратковременное пребывание на царском троне, нежели жизнь вот маленьких детишек. Ну, что говорить, если Ирод, он и двух сыновей своих казнил, и жену свою, которую любил, тоже казнил по подозрению. Очень был такой вот подозрительный тиран. Сколько погибло младенцев? Возникает такой вопрос. Конечно, где-то вот в предании, даже в календари наши, вписывается цифра, число в 14 тысяч вифлеемских младенцев, но если реально смотреть на текст Евангелия, мы не видим, чтобы счет шел буквально на тысячу, тем более на 14 тысяч, потому что в самом вифлееме и окрестностях не так много было жителей. И, конечно, чтобы 14 тысяч не могло набраться собственно младенцев, но, видимо, пострадали еще и сами родители, потому что родители, конечно же, не отдавали своих детей и готовы были пожертвовать самими собой. Вот они укрывали собой детей и, видимо, избивали вместе с родителями. То есть действительно такое страшное, кровавое преступление. «Тогда сбылось реченно через пророка Иеремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И здесь, братья и сестры, вот мы еще соприкасаемся с одной очень такой вот страшной тайной, но эта тайна, она вообще приоткрывает особенность вообще вот нашей жизни, жизни вне рая. Если мы посмотрим Ветхий Завет, какой была самая первая смерть, зафиксированная на страницах Ветхого Завета, то мы увидим, что это смерть ребенка. Умирают не Адам и Ева первыми, хотя как бы они были виноваты в том, что люди утратили рай. Умирает первым их ребенок праведный Авель. Ну, пусть он был уже там взрослый, но все равно для родителей ребенок всегда остается ребенком. И можно представить весь ужас и скорбь Адама и Евы, когда они увидели своего сына, любимого, чистого, непорочного, благочестивого, который к ним всей душой, он отличался искренним таким сердцем, боголюбивым, а раз любил Бога, то, конечно же, и родителей своих тоже любил. И они видят его бездыханного. Это опыт первой такой вот смерти, еще неизвестно для человечества. Они его теребят, он не отвечает. И для них вот эта утрата, это была самая страшная утрата. И первые похороны, это, наверное, самая величайшая трагедия первозданных людей. И вот так вот сразу обостряется сам трагизм грехопадения человека, что если ты приступил, ну, не просто приступил Божий заповедь, а разорвал свое отношение с Богом, разорвал свою связь с Небесным Отцом, у тебя в жизни будет все рушиться, и ты будешь терять самое дорогое, потому что ты отсек себя от Бога, как от истинной жизни. Подлинной жизни есть Господь Бог. Жизнь – большой буквы. И отсекая связь от жизни, ты, естественно, подпадаешь под смерть. А смерть, она все изъедает, и смерть, она всегда несправедлива. И зло, зло, оно не может быть справедливым. Зло, оно несправедливое, поэтому через всю историю человечества проходит вот этой красной нитью несправедливость и трагизм, грехопадение, греха и зла, которое поражает невиновных. Авель был невиновен, но он умирает первым. И в Новом Завете, как и в Ветхом Завете, самая первая смерть – это смерть невинная. То есть и в Ветхом Завете первая смерть – это смерть невинная Авель. И в Новом Завете тоже первая смерть – это смерть невинная, ну, зафиксированная на страницах Писания. Это смерть вифлеемских младенцев, чистых, не имеющих еще личного греха, и тоже в этом проявляется несправедливость зла, ибо зло не может быть справедливым. Тоже проявляется трагизм грехопадения, который бьет по самому дорогому. И в то же время, о чем здесь говорится? О том, что да, Христос пришел в мир, чтобы преобразить, но мир не может измениться механически. То есть вдруг раз и превратился в райский сад, да, вот мир. Христос родился и в райский сад, вот древо жизни, значит, никто не умирает, а люди будут поступать по-прежнему. Они еще не уврачеваны благодатью Божьей, они не восприняли Божью благодать. Они будут себя выявлять и опять превратят рай в ад. Поэтому попускаются вот такие жесткие скорби, которые как бы стачивают гордыню человечества, потому что вот эти вот скорби, они самые, так сказать, тяжелые. И поэтому появляется то, что вот тяжело нам понести по-человечески. Ну, конечно, святой Иоанн Златоуст, он как говорил, что как раз-то вот для вифлеемских младенцев это стало спасением, потому что Господь-то их сразу принимает в свои объятия. И они, если бы они повзрослели, может быть, они стали в ряду тех, которые кричали «распни его», в ряду богоборцев, богоубийц, а тут они восприняли одну участь вместе со Христом. Они уже мученики за Христа, они пролили за Него свою кровь. Это первые мученики, проливающие свою кровь за только что родившегося Господа. И, конечно же, Господь, который свою кровь затем пролил вообще за всех, Он принял младенцев вифлеемских в свои райские объятия. А дальше мы читаем «По смерти же Ирода все ангел Господень во сне являются Иосифу в Египте». То есть вот такие откровения, которые даются Иосифу, даются причем во сне, не непосредственно. Если Божьей Матери Благовещение как бы непосредственно давалось, что Архангел Гавриил явно являлся. Но Божья Матерь, она чистейшая среди чистых, да, она честнее Херувим, славнее без сравнений Серафим, то Иосиф Обручник, он не имел такого уровня святости, поэтому ему как бы опосредованно в сонном видении даются. Во сне является Иосифу в Египте и говорит «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенцы». То есть напрямую сообщается, что все, Ирод Великий помер, поэтому бояться нечего, иди смело. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. А дальше что? А дальше оказывается, что, вот понимаете, вроде бы даются такие откровения. И ангелы, когда нужно, предвещают, что делать. Иосиф поступает согласно вот этим небесным инструкциям, избегает бед, но и Иосиф тоже испытывает свои все равно человеческие страхи, уж что про нас говорить, да, нам эти видения не даются. Ну и слава Богу, мы не можем понести такие видения, мы легко соблазнимся, и дьявол может нам искусить. Поэтому лучше, конечно, никаких видений, особенно во сне, не принимать. Но что говорить, что мы живем какими-то страхами. Вот что мы видим про Иосифа? Иосиф, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Вот может быть, он в Иудее поселился бы опять в Вифлееме, Вифлеем город Давидова, Иосиф он из рода Давидова, а он услышал, что Архилай царствует и убоялся. Человеческий страх. И как быть? Ну, получается так, что Господь в каких-то ситуациях, Он снисходит к нашим немощам и даже к нашим страхам. Ну, боишься ты, ну, хорошо. Тогда давай переселись в какие-то другие пределы. Сказано, ну, получив во сне откровение, пошел в пределы галилейские. То есть, Господь действительно снисходит к нашим страхам, чтобы, ну, понятно, что он не погиб бы. Иосиф и вообще все святое семейство не погибло бы в пределах Иудеи, но зачем жить с этими фобиями? И чтобы страхи не мучили престарелого человека, Господь ему открывает, чтобы он отправлялся в пределы галилейские. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он, то есть Иисус, Назареем наречется». Вот так вот они отправляются в город Назарет, где, собственно, было Благовещение. Но, видимо, изначально не собирались там всегда жить, и все-таки вот пришлось туда направляться. И сказано, что он, Иисус, Назареем наречется. Конечно, непосредственно вот такого вот пророкчества у какого-то одного пророка, что Иисус наречется Назареем, тем более поселившись в Назарете, мы не найдем. Но речь идет о том, что там были разные такие пророчества, которые как бы взаимодополняют друг друга. Само слово Назарет, оно созвучно слову Назир, да. Назарей, то есть человек, посвященный Богу. Это вот в Ветхом Завете давали такие обеты посвящения. Они вели более воздержанный образ жизни, не стригли своих волос. И как бы символизировало, что они посвятили себя Богу. И Иисус, он специально ветхозаветного обреда Назарейства, он не давал. Но на самом деле именно он-то и был посвященным Богу. То есть он был Назареем по сути. Всецело как человек, посвященный Богу Отцу. Кроме того, слово Назир, там одно из, в общем, в еврейском слово употребление, оно означает отрасль, ветвь. И именно о Христе у пророка Исаия сказано, что из корня Иесеева выйдет отрасль, да, и ветвь, и она принесет плод. Она принесет плод. То есть вот эта вот отрасль из корня Иесеева, это и есть Христос, который родился в Вифлееме, в доме Давидова, там, где как раз Иесей жил. И вот он и стал подлинной отраслью, которая принесла духовный плод. Поэтому он Назарей, в том числе, и вот как эта вот отрасль, которая у пророка Исаии была предсказана. Вот такое созвучие разных пророчеств, которое исполнилось во Христе. И, братья и сестры, мы видим, что, конечно, в Рождество Христово, с одной стороны, мы воспринимаем, как такой вот детский праздник, там, радость, и, значит, волхвы и пастухи, и вот волхвы эти дары приносят. А в то же время он совсем не детский праздник, потому что тут же скорбь и тут же страдание, и тут же напоминание нам о такой реальности в нашей жизни, как детская смерть, утрата детей. Но Христос для того и пришел в наш мир, чтобы оправдать любую нашу скорбь, чтобы спасти всех, кто невинно пострадал, чтобы подтвердить, что ни одна детская слеза, она уже не падает напрасно, потому что все это во Христе, во Христе находят свое оправдание, и в конечном итоге, а спаситель-то он ориентируется вот как на дальнюю такую перспективу, а не на ближнюю перспективу, в конечном итоге кто оказывается проигравшим, в конечном итоге кто оказывается пострадавшим, это Ирод, Ирод-царь, который отверг Бога, да, совершил такие безумные преступления, и, конечно, что тут кроме адского огня, огня родившегося из его собственной ненависти и гордыни, а вифлеемские младенцы, извините, нет, и вифлеемские младенцы вместе с Господом – это райские чадо, чадо небесных обителей, поэтому когда сейчас у кого-то какой-то смертью или несчастным случаем, болезнями вроде бы похищаются земной жизнью детишки, вот пусть никто уже не отчаивается, потому что о них молятся вифлеемские младенцы, потому что всякая такая скорбь и смерть, она находит свое оправдание у Господа, и души этих детей тоже принимаются в райские обители, становясь соучастниками вифлеемских младенцев, а Христос Спаситель, Он, конечно же, пролил свою кровь вообще за всех людей. Вот, братья и сестры, на этом мы завершаем чтение второй главы Евангелия от Матфея «Храни вас Господь!» Всего вам доброго!